Так, друзья, сейчас узнаем, что у нас это за человек, кто такой, кто за перлсмани такой. Ваша революция? Угу. Здесь начала революция выходить. Это революционер. Типа Ленина, только румынский. Они посадили главного попа в тюрьму, и поэтому многие люди вышли на улицу. В общем, против коммунизма. Это шишишка? Разрозная попа. Это было выстрелено. Например, у нас были сервисы из Белоруси. Они сказали, что они видели, что произошло в Химишаро. А странная часть, что румынцы не знали, что произошло в их собственном городе. Потому что Типи был контролирован коммунизм. Они, типа, коммунизм контролируют цивилизм. И поэтому они в других, например, городах не знали, что происходит. Потому что в другом городе, на самом деле, начать революция. В общем, СМИ под контролем. Да, да. Ну, как обычно. Как везде. В коммунистике. Когда все произошло в Химишаро, Чаушеску III. Но он не был в стране. Он был в Иране. Он был в Иране. В Чаушуаро, это другой город, где началась революция. Он поэтому приехал сюда. Чтобы показать в мире, что коммунизм останется в Румынии. И ничего плохого произойдет. Он хотел бы иметь общение. И он был в Иране. А, типа, все собрались. Шоушеску. Вот там вот вышел. На первом этаже. Там вот сверху. Там, где флаги. Первый балкон. Чтобы показать всем, что остался кому-нибудь здесь. В общем, он сделал собрание. Он привел многих рабочих. Чтобы они официально на плакатах. Мы себя любим с коммунизмом. Мы любим шоушеску. Но в один момент, что-то случилось. И некоторые флаги. И они, естественно, испугались. И в общем, кто-то что-то кинул. В него, да? Нет. В публику. И они, естественно, испугались. Они разбежались. В памяти кому? Сейчас пока непонятно. Сейчас, типа, все собираются. Рядом с университетом. Будет в основном университетная площадь университета. Они туда собираются. И люди, которые там собрались, они пришли сюда. Они начали, типа, против Шоушеску начали бастовать. Это когда рабочие разбивались. Я хочу объяснить вам, что коммунизм означает в Гумании. В 1960-х Чаушеску решили, что он хочет платить все экстернальные деньги в стране. А, в 60-х годах, она говорит? Это Чаушеску. В общем, никакого электричества не было. После девяти или после восьми. Он говорит, он потому что хотел заплатить его все долги. Но в то же время, говорит, он от людей забирал. А строил большие здания, в общем. Бурцы, естественно. Да, в общем, такие вещи. Ну, это так же, как в России было по картам. По талонам. По талонам, да. В жизни только определенный рост. Вы не позволили иметь два стиха. Вы позволили, я не знаю, половину стиха в другом. Это было так. Потому что я спросила мою мать. Как это было? Потому что я не могу понять, что это хорошо. Потому что я была 2 года. У нас точно так же ситуация была. А кому комитик-то? Не понятно. В 1987-е. В 1989-е произошла революция. Поэтому я не знаю ничего о этой периоде. И она мне говорила, что, например, у них только 1 литр ой в месяц. Для всей семьи. И, честно, про коммунизм расскажут как-то. По хлебу. Про коммунизм мы все знаем. Кому это памятник? Как спросить? Не буду переживать. Просто я боюсь. Может, уже закончилась батарея. Ну, еще вроде работает камера. Так, друзья, в общем, вот такая вот здесь история. Как вы поняли, это площадь революции. Чаевшевску здесь заправлял. И народ был недоволен. Папа какого-то посадили. После этого наручилось недовольство. И, естественно, об этом умалчивалось. То есть телевидение и средства массовой информации молчали. И в других городах ничего не знали. То есть только здесь, в Бухаресте, эта движуха происходила. Вот такие вот дела. Кому этот память и конкретно мы так до сих пор и не узнали? Я думаю, попозже мы это узнаем. Может быть, это просто как бы символ какого-то общего человека. Не знаю. Символ тогдашнего состояния страны. Может быть. Может быть, вообще-то что-то другое значит. Как бы то ни было, тоже мы это узнаем. А пока все, друзья. Смотрите обзор ТВ. Двигаемся в солнышко Калифорнию. Находимся в Бухаресте на экскурсии.